Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Шарапов, и я буду сегодня вручать призы, говорить хорошие слова, благодарить вас за ваши прекрасные произведения, стихи, которые вошли в проект книга. Это книга Днепропетровского издательства. Прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто защищает на данный момент границы нашей Украины, кто им помогает. Это очень нелегко сейчас им, и очень хочется их морально поддержать, пока только так. Итак, сегодня мы объявим победителем номинации нашей литературной премии. Имена финалистов мы уже знаем, они объявлены в интернете. Прежде чем наградим номинатов, мы хотели бы услышать пару произведений тех, кто сегодня пришел, и мы начнем с Дианы Казакевич. Это самая младшая финалистка Украины «Мои таланты. Минута славы». Аплодисменты этому замечательному ребенку, и хотел бы пригласить ее на сцену. Мы тебе приготовили микрофон. Привет. Говори всем привет. Здрасте. Привет. Ася, я понимаю, что нас мало. Как твои дела? Хорошо. Хорошо. Что ты нам сегодня приготовил? Я знаю, что пару стихов. Это «На пустыре была война». У тебя первый, да, стих идет? Да, первый. И второй «Берегите детей». Да. Как у тебя получилось написать такие, судя по названию, серьезные произведения? Да, надо читать другие. Это не я писала. Да, не ты писала. Никому не говори. Давай, поехали. На пустыре была война. По всем законам шла она. Мальчишки с дома номер пять на нас решили наступать. Мы твердо дали им отпор. Держался насмерть целый двор. Пришла пора нам наступать. В бою ведь надо побеждать. Поднялся Мишка, мой дружок. Воткнул свой автомат рожок и крикнул голосом чужим. Вперед! В атаку! Победим! Раздалось дружное «Ура!» И снова началась игра. Огонь ряды на шикосил. Пришлось залечь. Не стало сил. На Мишка все кричал «Вперед! Всех пристрелю, кто не пойдет!» Но как продвинуться вперед, когда в упор бьет пулемет? И гибнут все мои друзья. А там и очередь моя. Я поскользнулась и упала. И когда в луже я лежала, мне стало страшно. Подрастем. Вдруг, правда, на войну пойдем. И будет Мишкин крик «Вперед!» И будет бить нас пулемет. И будут умирать друзья. От пули упаду. И я... Мне раз хотелось, друг, играть. Летусь домой и сразу спать. А завтра, наши детворей, я заявлю на кустыре. Не надо нам в войну играть. Никто не хочет умирать. Берегите своих детей. Их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез. Даже если они провинились. Ничего нет дороже слез, Что с ресничек родных скатились. Если валит усталость с ног, Солодать с нее нету мочи. Ну а к вам подойдет сынок. Или руки протянет дочка. Обнимите покрепче их. Детской ласкою дорожите. Это счастье короткий миг. Вы счастливыми поспешите. Ведь растают, как снег весной. Промелькнут дни золотые эти. И покинут очаг родной. А взрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, С грустью вспомните облом. О тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть В это время опять вернуться, Чтобы маленьким песню спеть, Щечки нежной губами коснуться. И пока в доме детский смех, От игрушек некуда деться, Вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. Аплодисменты нашему замечательному маленькому участнику. Диана, спасибо тебе большое лично от меня. Творческих успехов тебе, Хороших начинаний. Я думаю, тебе помогут твои родители, Мама, которая с тобой пришла. Аплодисменты маме. Спасибо большое. И следующее я могу тебя проводить. Спасибо тебе еще раз. Следующее я хочу пригласить Ажиховскую Ирину. Аплодисменты. Добрый день. Первое стихотворение без названия. Ты покупаешь мне шоколадки, А я все так же продолжаю курить. Я в глазах прохожих в сетчатке, Очередное лицо паразит, Засевшее в статую памяти, И им меня не прогнать. Я старые пятна на скатерти, Я утраченный адресат. Руки дрожат, Под кожей вновь пульсирует сладострастие. Ты мой истинный самоконтроль, Ты опора во время слабости. Я в глазах прохожих в сетчатке, Очередное лицо паразит. Ты покупаешь мне шоколадки, А я все так же продолжаю курить. Именинница. Психологическое наблюдение. Она давно перестала ходить по вечерам в кафе, Она забыла, как это, Когда кто-то есть рядом и держит за руку, А потом дарит коробку конфет. Ей все чаще уступают место в транспорте, А в личной жизни, как в сумочке, Сплошной беспорядок. И в табачных киосках не возникает вопросов о паспорте. Она больше не красит ногти в розовый, А волосы в черный. Проще без цвета, Но со вкусом женщины, На одиночество обреченной. Она носит длинное платье, Прикрывая когда-то сочные груди. Опускает голову при первом же встречном В долгий ящик затолка все средства прелюдий. Она по вечерам смотрит новости и пару сериалов. Потом делает чай и измеряет давление. Она уже давно отвыкла от семейных скандалов И удивляется, Как соседи живут так счастливо, Когда он приходит домой в мельном настроении. Вот опять за стенкой скандал Прячет глаза стыдливо. Она ложится спать не позже одиннадцати Под крики и шум семейного быта соседки. Сегодня ей шестьдесят Именинница в закомплексованной клетке. Пентаграмма в проводах Сигарету курит воздух. У тебя из глаз вода У меня в руке подсолнух. Подарить бы тебе небо, Но только ты тогда уйдешь. И с осенним первым снегом Я останусь мокнуть в дождь. Хорошо, что пентаграмма В проводах мы, как в тюрьме. С неба шлют нам телеграммы, Мы же чертим на стене, как в Теотиоакане, Или даже как в Перу, На пустыне обезьянам, Чтоб потешить и твору. Вот живут в трущобах боги Рядом с Ирием Благим, В пентаграммах, все дороги, Даже путь в Ярусалим. Дождь Идет дождь, и лужи цвета виски Такие же рыжие и пахнут противно. Мы совсем близко, Играет лимбискет, По моим волосам стекают майские ливни Тебе на плечи, на грудь, на руки. Теперь мы оба пропитаны спиртом неба. Мы, мученики давно известной муки, Теперь до гробовой доски, До стен склепа. Мы будем мумиями в новых странах Лет через триста после потопа. Писки лечат телесно-душевные раны, Во всех стихах находят нужные тропы. Янтарными каплями разжигаем страсти И неровным почерком пишем письма О том, как каждый из нас был по-своему счастлив, Соревнуясь в эволюции своего эгоизма.